РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С Вами декан Миссионерского факультета Российского Православного Университета, преподаватель Московской Духовной Академии священник Стефан Дамус Чи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из послания апостола Павла к евреям с 35 стиха 10 главы по 7 стих 11 главы. Давайте его послушаем. Не отлагайте уба дерзновения вашего. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою, Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковщек для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Я же по вере правды бысть наследник. В сегодняшнем чтении апостол призывает своих читателей поверить в скорое второе пришествие Христова. Читать подобные вещи через две тысячи лет довольно странно, ведь из текста очевидно, что автор ждет прихода Спасителя еще при своей жизни и настраивает на это учеников. Как же это понять? Обратившись к Евангелию, мы увидим, что Христос настойчиво уговаривает учеников быть бдительными. Он говорит им об этом как иносказательно в притчах, так и предупреждает открытым текстом. Почему для него это важно? Потому что эта вера изменяет жизнь учеников, делает их вдумчивыми и собранными, всегда готовыми к ответу. Кому-то кажется, что человеку было бы легче, зная он конкретные сроки. Но стоит задать вопрос, легче для чего? Для того, чтобы до возвращения Христа жить как хочется? Но разве нам важно быть учениками только при проверке? Конечно, нет. Мы прекрасно знаем, что заповеди, которые Христос нам сообщил, должны стать заповедями для нашего сердца. Что сделать непросто. При этом, когда апостолы спросили его о сроках, он указал им на границы их знания и их компетенции. Он сказал им, не ваше время знать времена и сроки. Перед ними другие задачи. Они должны просветить мир, а не предупредить всех о сроках. А когда Бог придет, совершенно очевидно, тогда, когда это будет целесообразно. Собственно, этой логикой и пользуется апостол, когда говорит ученикам о необходимости веры здесь и сейчас. Бог знает, когда Он придет. Но нам важно жить по вере всегда, вне зависимости от сроков. Конечно, при этом всегда находятся люди, которые колеблются. И Бог говорит, что Он не благоволит к таковым. Почему? Очень просто. Потому что сомневающийся может подвести в самый ответственный момент. Да и в чем цена веры, говоря о которой, невозможно понять, верит человек в данный момент или нет. Апостол дает свое определение вере. Она есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Уже по первой части фразы понятно, что вера связана с реальностью происходящего, с тем, что ожидаемое осуществляется, то есть проявляется в жизни. Но вторая часть еще интереснее, так как дословно апостол пишет, что вера не просто уверенность в невидимом, но доказательство дел невидимых. Она не просто проявление нашей психики, не просто уверение самого себя в том, что невидимое существует. Напротив, верующий живет так, что в его жизни невидимое становится действенным, проявляется как вполне реальное. Подобным образом вера проявлялась в жизни известных праведников Авеля, Еноха, Ноя. Но начинается она с того, что человек ищет Бога, желает, чтобы тот был, и получает утешение на этом пути. Апостольские чтения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok